Всех приветствую на канале Банковский. В нашем обзоре карта рассрочка на все от Восточного Банка. Здесь не путайте, это никакая не карта рассрочки, это всего-навсего рекламный ход, как впрочем и в большинстве других случаев. То есть это обычная кредитная карта, но с льготным периодом до 90 дней. Но при этом надо сказать, что у нее есть интересные условия, достаточно привлекательные, которые не грех и рассмотреть. Итак, льготный период достигает 90 дней. То есть здесь в этот период, если все делать правильно, не начисляются проценты. И вы, соответственно, можете погасить только сумму фактического долга. Максимальный лимит по карте составляет 500 тысяч рублей. И что, наверное, самое интересное в этой карте, это то, что кэшбэк может достигать 20%. Вот мне, например, лично мне понравился кэшбэк и категории, которые подобраны в рамках возвратов кэшбэка. То есть очень грамотно, мне кажется, они подобраны и очень щедрый процент. Смотрите, есть категория «За рулем». Она позволяет на АЗС получать 10% в виде кэшбэка. То есть каждая заправка будет экономить вам 10%. Это очень хорошее предложение для тех, кто на машине. По парковке, такси, каршеринг и автомойке 5%, остальные покупки 1%. Но это при условии, что вы тратите от 10 тысяч рублей в месяц. Это не значит, что в данной категории, а вообще. То есть если вы с карты тратите десятку, то, соответственно, кэшбэк будет работать. По-моему, это нормально, потому что потратить 10 тысяч при нынешних ценах даже пенсионеры могут себе позволить с карты. Значит, дальше идет отдых. Ну, это сейчас менее актуально. Онлайн-покупки до 15%, обратите внимание. Значит, есть тепло, так называемое. Вот, кстати, очень редко встречается, потому что банки предпочитают не возвращать кэшбэк за оплату именно ЖКХ. А здесь, получается, за ЖКУ, аптеки и общественный транспорт 5% идет. Это очень неплохо, поверьте мне. Ну, и остальные покупки 1%. Ну, и можно выбрать все включено, тогда на все абсолютно покупки будет 2%. Ну, может быть, кому-то и выгодно, но я бы, например, лучше выбрал за рулем. Ну, это уже, как говорится, мое мнение. Помимо кэшбэка, чем эта карта еще интересна? Ну, во-первых, есть множество партнеров, которые позволяют повышенный кэшбэк получать. Вот, например, на Алиэкспресс. Ну, это редко бывает, но, тем не менее, можно за полцены приобрести товар. Значит, условия по данной карте. Кредитный лимит начинается от 55 тысяч, поэтому имейте в виду, что слишком маленький лимит попросить не получится. Процентная ставка от 21% на все операции. Ну, и здесь остальные тут моменты достаточно понятны. Меня вот больше интересуют тарифы более подробные и преимущества. Ну, начнем с преимуществ. То есть, помимо кэшбэка, есть такая фишка, как погашение кредитов этой самой карты. То есть, возможно, кому-то это будет выгодно, надо посчитать. То есть, получается, вы берете карту и автоматически за счет ее лимита гасите имеющийся кредит. И у вас до 90 дней, получается, не до 90, а 90, если вы при оформлении карты это делаете. Соответственно, за 90 дней вам нужно будет погасить заем, уже взятый в Восточном банке с помощью карты. То есть, не во всех это случаях, конечно, выгодно. 90 дней это не так много, но, может быть, в каких-то случаях это действительно будет полезно. То, что касается требований, здесь все стандартно для Восточного банка. От 2021 года до 2021 года. Гражданство России, проживание на территории присутствия банка, стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев, для лиц моложе 26 лет не менее 12 месяцев. Ну и стабильный доход, который позволит обслуживать вот этот кредитный лимит. Из документов может потребоваться только паспорт, если кредитный лимит, точнее, небольшой. Ну а в остальных случаях потребуется 2 НДФЛ или справка по форме банка, соответственно, в установленной форме. Теперь давайте посмотрим тарифы поподробнее. Здесь информации, может быть, не намного больше, но, тем не менее, нужно во внимание принять. То есть, вот лимиты на проведение операций существуют, да, снятие наличных до 150 тысяч доступно, а в месяц аж до миллиона рублей. Значит, пользование интернет-банком, мобильным банком, снятие наличных, да, без комиссии, опять же, в льготный период. Ну и множество платежных систем, которые доступны, да, можно выпустить хоть визе, да, хоть в мире, то есть, какую угодно. Ну и, соответственно, уже пользоваться. Так что, в целом, оцениваю эту карту как конкурентоспособную. Вполне можно будет попользоваться ей, да, особенно в целях получения кэшбэка. Потому что выполнить условия для его начисления несложно, а плюшка получается довольно солидная. Поэтому смотрите сами, оценивайте. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и до чего.